Приветствую, друзья! Всем огромный привет! Начну я показывать те апартаменты, которые не любят риэлторы. Почему? Ну, есть апартаменты, которые любят, где цены высоки, и все хорошо, и все прекрасно, ну, в том плане, что там, ну, нормально можно заработать и так далее. А любят те, которые интересны, апартаменты, но не интересны для риэлторов. А я вот все начну по-другому. Итак, где мы с вами сейчас находимся? Мы с вами находимся в поселке, который называется Эста-Садок. Эста-Садок. Шел Эста-Садок по эста-садовской дорожке, да? И вот мы находимся здесь. Что мы с вами будем смотреть? Апартаменты. Апартаменты, которые вы можете приобрести и которые вы можете, в свою очередь, купить. Круто же? Я считаю, очень круто. Данный апартамент 63-й, 31 квадратный метр, стоит 26 миллионов 350. Кто скажет, дорого. Ребят, попробуйте найти что-нибудь здесь дешевле. Ну, попробуйте найти что-нибудь дешевле. Это цена, на секундочку, за готовый апарт-отель. И здесь цена получается 850 тысяч рублей за квадратный метр. Это переуступка. Это серьезно хорошие апартаменты. Это хороший законный апартаментный комплекс, который, соответственно, введен в эксплуатацию. Сделка проходит через Росреестр. И вот такой апартамент сейчас здесь, на Красной Поляне, даже сейчас, сдается за бешеные деньги. Почему он пользуется спросом? Смотрите, вот он, Мариотт, да? В рот компот. И вот оно, то самое казино. И вот они все развлечения, которые вы можете себе найти. Это реально круто, это реально классно. Здесь все поменяется. Здесь, конечно же, есть еще и частные дома, которые стоят, не знаю, как крыло от самолета. И вот здесь же мы с вами имеем с вами хорошие доходные апартаменты. Почему я сюда приехал? Кто скажет, за эти деньги можно купить квартиру 64 квадратных метра в жилом комплексе Альпийский квартал. Ну да, только Альпийский квартал вы покупаете и это ваше жилье, а здесь вы покупаете часть гостиничного бизнеса. Это немножко разное. Это все равно, что разосуждать про автомобиль, да? Например, за 12 миллионов рублей можно купить 530, да? Ну, насколько я знаю, там 13 миллионов вроде у лисы, видел, у лисы рулит. Да, можно купить 530, а также за 13 миллионов рублей можно купить микроавтобус, к примеру, Mercedes V-класса, ну, слегка бэушный. А можно за эти деньги, например, купить себе BMW X5, новый, да, рестайлевый. А можно за эти деньги купить себе, к примеру, BMW, например, M5, правильно? Кто скажет, блин, Макс, ну, кто покупает M5, а тем более там кабриолет? А покупает те, которых жизнь удалась, которым не нужен там, не знаю, там, не нужен большой сарай на колесах, понимаете? И здесь, ребят, покупают деньги, ну, как бы люди не на последние деньги. Здесь покупают люди, те самые апартаменты, у которых есть уже своя квартира, но у которых есть свои деньги. И которые все прекрасно понимают, что деньги хочешь, не хочешь, хоть и на пресс-конференции Путина и сказали, что там инфляции почти нет, ничего нет, у нас яйца в два раза дороже стали и так далее. И всем понятно, что после выборов президента Российской Федерации будет какая-то задница, да-да-да. И понятно, что государству, государству на данном этапе доверия нет. Ты не знаешь, что у тебя будет с твоими сбережениями, ты не знаешь, что будет, да. Раньше можно было держать валютный счет, если ты получал процент. А сейчас ты за то, что держишь валютный счет, ты еще должен за него и оплачивать. Бред, бред, такое есть, такое есть. И, конечно же, раньше рассуждали так, блин, да за эти деньги я куплю апартаменты в Дубае. Да, но только почему-то в апартаментах в Дубае пока строится одна цена, построилась цена на 30% ниже. И, соответственно, почему-то не получается ни на инвестициях заработать, ни должного дохода они не приносят. И люди прекрасно понимают, что там на самом деле профицит, а когда профицит, не бывает там какого-то дохода. Что касается Красной Поляны, здесь дефицит. Если раньше Красная Поляна сдавалась только непосредственно зимой, то сейчас Красная Поляна сдается круглый год. И я, если честно, тоже пришел, я сам себе сейчас выбираю апартамент, я поставил себя на ваше место, потому что хотел я взять ту самую коммерцию, пятерочку, но у меня нет денег таких. А вот, например, как взять апартаменты, что-то там найти, переложиться, взять ипотеку или еще что-нибудь есть. И это да, это далеко, это не единственное жилье, но я задумываюсь на то, что мне хочется, чтобы у меня какая-то моя из недвижимости приносила тот самый пассивный доход. И это вариант для тех людей, которым нужен пассивный доход. Давайте еще посмотрим, что здесь имеется вот в этом отеле. Да, кстати, сейчас покажу 35,5 квадратных метров и ценник будет, ну, тоже, в принципе, нормально, адекватный. Ценник, соответственно, это у нас 30 миллионов, 850 тысяч рублей за квадратный метр. Что здесь хорошего у нас имеется? На входе у нас санузел, при том, даже по меркам Сочи санузел довольно-таки большой. Ну и, конечно же, мы с вами здесь видим место для шкафа. Здесь мы с вами видим ту самую кухню-гостиную, это у нас как бы мансардный этаж, сделано все здесь в стиле шале, других вариантов и не дано. Даже вот, видите, просто произведение искусства, да, тоже сделано у нас в стиле шале, тебе на е. Ну, классный домик, да? Но эти дома, даже вам не буду озвучивать, сколько они стоят. Вот у нас отель Мариотт, это реально что-то из категории просто нереального по цене. Это то место, где рублевка нервно курит в сторонке. И да, здесь тоже цена 850 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь есть, конечно, апартаменты этажом ниже. Я взял самые высокие апартаменты, чтобы можно показать, где находится тот самый у нас, то самое казино, где находятся все возможные развлечения и так далее. Здесь вполне возможно тоже что-то построится, это далеко будет не частный дом, потому что земля в этом месте, чтобы вы понимали, стоит от 50 миллионов рублей за сотку. От 50 миллионов рублей за сотку. И, кстати, такой уже хороший классный апартамент за нормальные, адекватные деньги. Ну, пускай там не у каждого из вас, ну, не у каждого из вас, но я думаю, что большинство такие деньги имеются. Цена 30 миллионов рублей, 850 тысяч рублей за квадратный метр. Это истасадок, и действительно, это хороший вариант именно для бизнеса. Ну, серьезно говорю, это хороший, прекрасный вариант для бизнеса. Поэтому, ребят, думайте сами, решайте сами. Идем смотреть дальше. Давайте, кстати, посмотрим на первом этаже, потому что на первом этаже хорошая цена. По мне, это просто замечательная цена. Почему? Потому что 715 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь, соответственно, есть санузел, здесь есть кухня с выходом на балкон. И цена 25 миллионов рублей почти. Ну, там 24 800. Здесь, соответственно, у нас имеется балкончик. Здесь видят на паркинг. Здесь также мы видим с вами гостиницу Мариотт. Просто безумно дорогую. Ну, и, конечно же, многие, почему выбирают те самые апартаменты? Потому что хочется там, чтобы была своя кухня. Кто-то с ребенком отдыхает, ребенок не все может съесть и так далее. И вот здесь мы получаем такой-то однокомнатный, такой-то хороший, достойный апартамент. Ценник хороший. Ну, реально цена, цена прям реально прям огонь. Потому что ценник 715 тысяч за квадратный, это хорошо. 25 миллионов за 35 квадратных метров. Еще раз повторюсь, если кто-то ищет что-то дешевое на Красной Поляне, вы можете найти, но, скорее всего, вы можете оказаться без чего. Вы, скорее всего, окажетесь без своего жилья. Потому что на Красной Поляне идет жесткая зачистка. На секундочку, это пока еще Адлерский район. А в Адлерском районе надо брать только все законное с железнобетонными документами. Вот здесь железнобетонные документы. Поэтому можете покупать спокойно и быть частью гостиничного бизнеса. Хороший вариант. Действительно хороший, шикарный вариант. Давайте покажу вам еще 35 квадратных метров, но не видовой. Не видовой, но у него цена поинтереснее. Например, вот мы соседскую смотрели, она стоит 25 миллионов рублей. А вот эта, например, стоит гораздо дешевле. Вот эта, например, не видовая, стоит на 2 миллиона дешевле. На 2 миллиона. Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. Да, без разницы. Но факт называется фактом. Я одно могу сказать. Учитывая, что здесь идет именно котловой метод, то без разницы, что у вас с таким видом, что у вас с другим видом, вы все равно получаете доход одинаковый, пропорционально квадратным метрам. Именно поэтому, если бы я покупал бы себе, я бы взял бы себе большее количество квадратных метров за меньшие деньги и зарабатывал бы по итогу больше. Знаете, математика. Вложил меньше, а получил на финише больше. Опять же, давайте не будем забывать, что цена 660 тысяч рублей за квадратный метр. Это готовость данной апартаменты, альцикатурные стены и сделана стяжка. Нормальный, хороший, адекватный ценник. Еще раз повторюсь. Хороший, нормальный, адекватный ценник. Само собой, говорю, очень много у вас будет сравнения. У меня тоже в голове это есть. Я тоже не могу все успокоиться. Но еще раз повторюсь. Апартаменты – это не единственное жилье. Это те люди, которые задумываются над своим будущим, над будущим своих детей, над будущим своих родителей, которые хотят не потерять деньги в это не самое лучшее время. Знаете, не самое лучшее время. Я уже даже, как представлю новогоднее обращение президента, год был тяжелый. Он всегда тяжелый, тяжелый. Но в этом году я могу сказать, что многие стали беднее. Потому что зарплаты у многих не выросли. Инфляция все равно есть. Недвижимость поднимается в цене. Продуктовая корзина становится все дороже, дороже и дороже. Развлечения становятся дороже. Даже те же самые эскипасы подорожали. Все подорожало. Жилье подорожало. Аренда подорожала. Все подорожало. Только наши доходы не поднялись. Вот как бы так. И да, конечно, ребята, посмотрите, да, качество, да, те же самые дверей. Учитывая, что здесь всего лишь 4 этажа. Здесь еще есть подземный этаж. Соответственно, качество на должном уровне. Все красиво. Все прекрасно. И, конечно же, данные апартаменты не могут отнестись по цене. Например, те же самые жилые комплексы. Там Новая Заря, Гранд Тарк и так далее. Потому что здесь все сделано на абсолютно другом уровне. Ну и, опять же, не будем забывать, что это бизнес. Бизнес, 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 бизнес. Все, давай, счастливо. Это бизнес. И поэтому здесь люди покупают именно для того, чтобы можно было на себе обеспечить ту самую беззаботную старость. Не знаю, может, как будто юность и так далее. Давайте мы еще раз посмотрим с вами. Посмотрим с вами снаружи. Выглядит очень, скажем, достойно. Прямо действительно выглядит просто потрясающе. Даже и разговоров не может быть. Вот эти все апартаменты уже давно проданы на эту сторону. А на обратную сторону еще есть. Я показал вам несколько апартаментов, чтобы у вас было уже то или иное представление. Но факт остается фактом. Хороший вариант. Мне потребовалось 7,5 лет прожить в Сочи, чтобы задуматься о своем будущем. Задуматься о том, что нужно сделать, куда нужно деньги вкладывать и так далее. А то вроде деньги зарабатываются и куда-то не разбасаливаются, честное слово. А так, да, хороший вариант. Хороший вариант. Особенно если вдруг у вас есть родители. Вы понимаете, что у родителей ваших пенсия, у папы 15 тысяч, у мамы 15 тысяч. Такой апартамент и все. И в принципе вы свою, как сын или как дочь, свою миссию выполнили. Это готовый бизнес под ключ. На этом с вами прощаюсь. Всем добра и пока.